Финам.фм. 99.6. Программа «Револьвер». Я ее ведущий Андрей Широков. Гость сегодня программы «Гордеев» Дмитрий Павлович, главный юрисконсультант Института экономики города, фонд Института экономики города, если правильно говорить. Продолжаем разговор, начатый неделю назад, и все дальше и дальше раскручиваем нормы ЖК РФ, то, что там заложено в части управления многоквартирным домом. Неделю назад главное, о чем мы говорили, что дом один, хозяев в нем много, хозяева принимают решения на собрании для того, чтобы упростить некие порядки управления многоквартирным домом. Собственники многоквартирного дома могут создавать товарищества собственников жилья и по определенным правилам уже управлять своим домом, нанимая управляющую компанию, управляющую организацию или сами управлять своим домом. При этом четко надо понимать, что собственникам многоквартирного дома принадлежит весь дом, как общее долевое имущество и, в частности, каждая квартира в отдельности. И мы как раз остановились на том, что собственники многоквартирного дома на собрании выбирают управляющую организацию или правление ТСЖ выбирает управляющую организацию или сами управляют домом. Но вместе с тем, в отношениях с внешними структурами, которые помогают содержать, эксплуатировать, управлять домом, заключается договор. И если мы внимательно посмотрим на ЖК РФ, мы увидим, что статья, которая прописывает все правила выборов управляющей организации и способа управления домом, это 161-я. 161-я прим статья, которая фиксирует, что такое общественный совет дома, или совет дома, да, совет дома. А 162-я статья ЖК РФ, она как раз и говорит об договоре управления многоквартирным домом. Так что же такое, Дмитрий, договор управления многоквартирным домом? Это новый вид договора, который введен был в 2004 году, раньше он в законодательстве не был известен, и он фактически регулирует все взаимные обязательства двух сторон. С одной стороны, выбранная управляющая организация, или есть еще случай, мы на нем остановимся, наверное, позднее, это определение управляющей организации на конкурсе. И с другой стороны, все собственники помещения в многоквартирном доме являются одной стороной договора. Он регламентирует все отношения, права, обязанности, какие работы надо выполнять. Есть специальные существенные условия договора, которые предписаны законом, о которых надо обязательно договориться, и без договоренности, по которым договор не считается заключенным. Мы тоже, наверное, позже на них остановимся. Но, в принципе, собственники помещений, выбирая управляющей организации, формулируя эти условия договора, вправе договориться с управляющей организацией, зафиксировать в договоре любые процедуры, которые они считают необходимыми. Ну, в частности, например, отчет ежегодный. Вот как он должен быть, в каком виде. Ну, давайте, до чего-то, пока мы с вами еще не дошли, потому что надо сначала понять, как заключается договор управления многоквартирным домом и с кем заключается договор. Значит, если у нас с вами собственники многоквартирного дома на собрании выбирают управляющую организацию, и при этом управляющая организация начинает работать с домом, управлять этим домом, подбирать ему подрядные организации для выполнения тех или иных работ, то тогда договор между управляющей организацией заключается с каждым собственником. В жилищном кодексе написано действительно с каждым собственником, но вот я вот, например, сказал, что стороной договора являются все собственники. Здесь надо вот немножко просто разжевать. Давайте. Единый объект из управления – общее имущество в доме. Не может объективно каждый собственник в отдельности высказать свои хотелки. Не может этот договор иметь разные модификации, поскольку общее имущество одно и управляющая организация одна. Значит, договор должен быть совместно сформирован собственниками и утвержден на общем собрании. То есть условия этого договора едины для всех собственников. Тогда кто подписывает его со стороны собственников в случае, если собственники на собрании не создают товарищество собственников жилья? Подписывают собственники помещений, и количество этих собственников должно быть такое, чтобы им в совокупности принадлежало более половины доли участия. Доля участия – это процент, доля в общем имуществе, процент, который принадлежит каждому собственнику квартиры. Вот подписывает договор, например, из собственников 100 квартир, например, всего лишь навсего собственники 30 квартир. Но это большие, например, квартиры все, трехкомнатные. И получается, что этим собственникам принадлежит, например, 50% площади. Большая доля общего имущества. Значит, договор считается заключенным. А если подписали собственники, которым в совокупности принадлежит всего лишь, например, 49%, это достаточно большое количество, но не больше 50%. Значит, договор не заключен. Четко поясним, что управляющая организация подписывает договор с собственниками, под этим договором должны стоять подписи 51% владельцев общего имущества многоквартирного дома. Но не по головам? Не по головам, а по процентам. А по процентам, принадлежащим доле. Например, мне принадлежит 1,5, вот я ставлю свою подпись. У меня трехкомнатная квартира, я больше кусочек имею, у меня двух я меньше. Подписывает собственник, и этому собственнику принадлежит какой-то процент. Значит, этот процент сразу суммируется с процентами тех собственников, которые подписали до него. Подписывается, подписывается, подписывается постепенно. И когда перевалили за 50%, считается, что в этот день договор заключен. Это, между прочим, очень важный момент, потому что есть такое понятие, специальная часть в 162 статье, которая посвящена договору управления, которая говорит о том, что обязательства управляющей организации управлять многоквартирным домом возникают, если иной срок не установлен специально, не позднее, чем через 30 дней со дня заключения договора. То есть того дня, когда перевалили за 50%. То есть нельзя, например, просто считать, что мы приняли решение на собрание об условиях договора. Есть некий текст, который действительно проголосован на собрание. Вот протокол лежит. Но подписи еще не собрали, и управляющая организация якобы может уже какие-то выполнять работы, выставлять нам платежные документы. Нет. Возникает вопрос, а на каком основании, дорогая управляющая организация, вы что-то делаете, если у нас еще нет договора, он не подписан? Начнем с того, что вы собираете средства за жилищно-коммунальные услуги именно с этого момента. Потому что вы нести начинаете ответственность управляющей компании именно с того момента, когда вы получили большинство голосов, владеющих общим имуществом на квартирном доме. Подписали договор, и вот не позднее, чем через 30 дней управляющая организация обязана приступить. Вот если договор заключили, а она не приступает к работе, значит, надо уже с нее требовать. Давайте поясним еще раз. Значит, договор заключается не с каждым как бы собственником, да, а просто совокупность собственников ставит свою подпись под договором, да, но все должны под ним расписаться. Да. Да, и это должно быть больше, чем 51%, а лучше, если, как говорится, все 100. Ну, фактически, получилась очень интересная, значит, ситуация. Я бы это даже назвал таким двухэтапным голосованием. Собралось собрание собственника помещения. Допустим, есть кворум. Кворум — это когда собственникам принадлежит более половины голосов, опять-таки. Договор управления голосуется таким количеством собственников, которым принадлежит более половины голосов от присутствующих на собрании. То есть, к примеру, если у нас кворум 51%, значит, тогда считается, что можно принять договор управления, если за него проголосовало более половины, это, значит, 26 от 100. От кворума. От кворума. Да, половина от кворума. И, несмотря на то, что вот эти 20, собственники, обладающие 26% проголосовали за договор управления, этого количества недостаточно, даже если они все прямо после собрания подписали этот договор, чтобы считать договор заключенным. Почему? Потому что требуется, опять-таки, чтобы перевалили за 50%, хотя бы на одну сотую, но чтобы перевалили. Хорошо. Это модель, когда собрание выбирает управляющую организацию, и управляющая организация начинает работать с домом после того, как собственники, большее количество собственников на квартирном доме, значит, подписали этот договор. Теперь вариант номер два, когда собрание у нас с вами создает товарищество собственного жилья, то есть опять 51% собралось, кворум есть, создали товарищество собственного жилья. В этом случае и правление ТСЖ принимает решение, что они не будут не сами домом управлять, они наймут управляющую организацию, которая будет управлять домом, а в данном случае ТСЖ будет осуществлять функцию коллективного заказчика управления многоквартиром домом плюс контролера. Вот в этом случае с кем надо договор заключать и как? Да, Андрей Вячеславович, абсолютно вы правы. Решение о том, заключать или не заключать договор, если в доме существует ТСЖ, принимает правление. Не председатель, а правление. Это коллегиальный орган. Председатель просто потом прочитает протокол оседания правления и пойдет его исполнять, ответив есть. Да, ему правление отдаст право подписать договор. Да, но вот что мне не очень кажется правильным, это вот ТСЖ привлекает управляющие организации. Давайте подумаем, а прекращает ли в этот момент ТСЖ управлять домом? Передается ли вся функция управления? Я бы сказал, что нет, потому что способ управления у нас ТСЖ перед собственниками помещений, как членами и не членами ТСЖ за управление домом продолжает отвечать ТСЖ даже в том случае, если правление заключило договор управления. Потому что, как минимум, контрольная функция, она остается за ТСЖ. А я так и сказал, коллективный заказчик и контрольная функция за ТСЖ. Да, да, да. Поэтому я бы не сказал, что передается управление. Это просто, может быть, надо осознать. Я бы сказал, что немножко дробится управление, и оно осуществляется параллельно. Контрольная функция и управляющая функция ТСЖ остается, потому что если вдруг управляющая организация работает плохо, с ней можно расторгнуть договор. Ее можно привлечь к договорной ответственности гражданской правовой, какие-то санкции применить. Можно, в конце концов, не подписывать акты и потребовать переделки каких-то работ. Это суть управления. И это делает ТСЖ. Но вы правы, что поскольку все-таки мы наняли в нашем доме управляющую организацию, и ТСЖ будет за счет наших взносов из банковского счета ТСЖ платить этой управляющей организацией, то очень большой пласт обязанностей будет выполнять в сфере управления домом именно управляющая организация. Это как бы на аутсорсинг взятой организации, которая начинает управлять домом. Но в то же время контроль и заказчиков, я повторюсь еще раз, остается за правлением ТСЖ. Потому что в данном случае собрание некому коллективу собственников поручило от имени собственников решать все вопросы. Потому что в данном случае это все прописывается у нас и фиксируется в уставе товарищества собственников жилья. И есть у нас третья форма с вами. Это непосредственное управление. Непосредственное управление. Давайте его тоже рассмотрим. Во-первых, что такое непосредственное, давайте поподробнее нашим слушателям расскажем. И как там уже есть модели заключения договора. Есть некая эволюция вот этого непосредственного управления. Первоначально непосредственное управление отличалось от управления управляющей организацией тем, что вот этот подрядчик, который работал при непосредственном управлении, он не отвечал за предоставление коммунальных услуг. Как бы проще на эту разницу обратить внимание. В этом случае собственники заключали прямые договоры по всем видам коммунальных услуг. Соответственно, водоснабжение и водоотведение с водоканалом, горячее водоснабжение, отопление с теплоснабжающей организацией и так далее, по электричеству и по газу. Вот. Но чуть-чуть поправил законодатель вот эту простую ситуацию. Он сказал, что если в доме 12 квартир и менее, может быть несколько подрядчиков. Один вывозит бытовые отходы, второй занимается мытьем подъездов, третий ремонтирует крышу там, четвертый занимается лифтом и так далее. Но, если в доме больше 12 квартир, в этом случае законодатель, на мой взгляд, не очень удачно, тем не менее, он назвал управляющей организацией, организацией, которая работает при непосредственном управлении. То есть, есть два вида управляющих организаций. Одна работает по договору управления, для которого есть специальная очень большая статья, которая, может быть, даже на главу тянет. Это статья 162-я Железного кодекса. А есть управляющая организация, которая работает при непосредственном управлении. Есть только название договора, ничего о том, что должно быть внутри этого договора. И это все происходит при непосредственном управлении. Вот такая ситуация интересная. Вы слушаете программу «Ревербер» на канале «Финам.ФМ» 99.6 в студии ведущий Андрей Широков, в гостях Гордеев Дмитрий Павлович, главный юрисконсульт фонда Института экономики города. Говорим сегодня о ЖК РФ, рассматриваем тему договорных отношений между собственниками управляющей организации. Я думаю, немножечко возьмем тему и структур, которые идут наподряд к управляющим организациям для выполнения тех или иных работ. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495. Звоните нам, включайтесь в разговор. Я думаю, что уже немножечко эта тема должна зацепить, потому что практически с этим сталкиваться должен каждый собственник в многоквартирном доме. Значит, у нас получается с вами, Дмитрий Павлович, то, что при непосредственном управлении как бы появляется новая структура договора, да, которая с одной стороны и управленческие функции несет, да, и с другой стороны и подрядные функции несет. Да, да. Вот здесь такая смесь получается, и многие управляющие организации сегодня, да, я знаю, при том давлении, которое на них пошло со стороны жилищных инспекций, со стороны муниципального контроля и общественного контроля, стали делать такую активную попытку спрятаться под непосредственное управление, потому что они уходят от неких ответственностей. Я считаю, что это, в принципе, оправдано, потому что действительно существует определенная ситуация с неплатежами. Вот мы в прошлой передаче уже называли цифру, что средний сбор там 93-95% по разным субъектам федерации, но если приборы учета показали определенные значения, то ресурсообжающей организации требует оплатить 100%. И далеко не каждая управляющая организация в состоянии это требование выплатить. Вот, поэтому надо сказать, что непосредственное управление, это, скажем так, по уровню сервиса способ управления чуть ниже, чем управление управляющей организацией. А вот когда создается ТСЖ, и ТСЖ привлекает профессионала, управляющую организацию, это, наверное, самый оптимальный и самый, ну, высокий по уровню, если делать какую-то такую вот условную градацию, способ управления многоквартирным домом, потому что там есть и организация, юрлицо, объединение собственников, которые коллективные заказчики, и очень большие у него права и обязанности, это самостоятельно такой очень сильный субъект. И привлекается профессионал. Вот. Но я думаю, что до способа управления управляющей организацией, до ситуации, когда собственники, значит, создают ТСЖ, надо созреть. Вот не надо через ступеньки эволюции перепрыгивать. Может быть, сейчас есть смысл действительно поуправлять домами при непосредственном способе управления. Между прочим, есть очень большая разница в ответственности управляющих организаций при непосредственном управлении и при управлении управляющей организацией. При непосредственном управлении управляющая организация отвечает, ну, просто тупо, извините. Вот заказали ремонт лифта, буду ремонтировать. Не заказали и не оплатили. Он будет стоять, этот лифт, и управляющая организация не виновата. При управлении по договору управления, управляющая организация уже, раз она согласилась быть управляющей по договору управления, она отвечает за идеальное состояние дома фактически при любом тексте договора. Но давайте еще с вами обозначим одну тему и послушаем потом Сергея с первой линии. Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, что если в доме создано ТСЖ и ТСЖ нанимают управляющую организацию, то управляющая организация заключает договор управления с правлением товарищества собственников жилья. Но с теми собственниками, которые не вступили в ТСЖ, управляющая организация, согласно жилищному кодексу, должна заключить с ними договор отдельный. Или это почистили? Нет, 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 не совсем так. Значит, те собственники, которые не захотели быть членами ТСЖ. У нас, увы, необязательно. Да, необязательно существует, это их дело. Фактически, собственник, который не является членом ТСЖ, он сам себя наказал и лишил себя возможности управлять дома. Вот, собственно говоря, разница с... То есть, он наблюдает за процессом? Да, он просто-напросто отстранился, смотрит футбол вечером, а не заседает в правлении ТСЖ. Ну, давайте... Не идет на собрание. Вот, но если способ управления ТСЖ реализуется и заключается договор товариществом с управляющей организацией, с управляющей организацией заключает договор только ТСЖ, как юрлицо, а уже с нечленами ТСЖ имеет отношение товарищество. Правление. Ну, фактически правление, как орган управления, но товарищество, как юрлицо. И раньше в кодексе, значит, упоминался договор о содержании и ремонте, который заключало ТСЖ с нечленами ТСЖ. Но никакого смысла в этом договоре нет. Почему? Потому что, вот я сказал... Потому что большинство уже заключило договор. Не в этом дело, не в этом дело. Потому что договариваться не о чем. Вот в договоре управления собственники на собрании что-то вырабатывают. А когда заключается договор ТСЖ с нечленом ТСЖ, собственником... Что вырабатывает тогда? Что меняет? Да, что можно согласовать? Плату согласовать невозможно, потому что принимается решение на собрании членов ТСЖ. Перечень работ, он в смете доходов и расходов ТСЖ. То есть тоже принимает по жилищному кодексу общее собрание членов ТСЖ. Возникает вопрос, о чем договариваться? Не о чем. То есть... Но сначала такая норма была. Была. Потом пришли к осознанию того, что... Давайте, Сергей, послушаем. Сергей, слушаем вас. Спасибо, что вы подождали. Ваш вопрос? Алло, Сергей. Сорвался, не дождался нас. Не дождался нас. То есть, таким образом, мы с вами сделаем очень простенькое заключение после этой части нашей передачи, что договор должен быть обязательно между управляющей организацией и товарищем собственного жилья или собственником многоквартирного дома или с одним участником, которому делегируют права заключить договор при непосредственном управлении. Нет, при непосредственном управлении тоже договор заключается похожим образом. С кем? Вот я вам говорил, да, помните, больше-меньше 12 квартир в доме. В жилищном кодексе странно написано, если в доме 12 и меньше квартир, то стороной договора, значит, являются все или большинство собственников, то есть по головам. А вот если в доме больше 12 квартир, то так же, как и договор управления по 162 статье, собственники помещений, которые обладают больше половины долей участия. То есть, опять-таки некий пул собственников. Дмитрий, а вы не думаете, что в жилищном законодательстве эту тему чуть-чуть запутало? Что гораздо бы проще было бы нам с вами или сделать только собрание, или сделать правление? И все. Понимаете? И таким образом. Давайте, Сергей, послушаем, а потом продолжим эту тему. Да, Сергей, слушаем вас. Алло, добрый день. Да, да, Сергей. Вот подскажите, пожалуйста, вот, например, инвестиционный контракт, да, строится новый дом. Да. Дом построили, соответственно, подписывается на акт приема сдачи квартиры, и сразу подсовывают договор на уже обслуживание с управляющей компанией. Хотя, 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 то есть никакого ТСЖ еще не было создано, и, соответственно, к вору не собирался, не решали вопрос, заключать ли с управляющей компанией. Чаще всего еще идет попытка сразу подсунуть документ, где идет как бы заочное голосование на создание ТСЖ. То есть вы покупаете сразу управляющие, сразу ТСЖ и так далее. Но есть неопределенные правила управления новыми домами. Во-первых, должен сказать, что договор долевого участия в строительстве, на основании которого в большинстве случаев строятся дома, ни в коем случае не должен содержать ни одного положения об управляющей организации. Потому что обязанность застройщика по договору долевого участия в строительстве построить дом, передать квартиру, а у дольщика обязанность заплатить деньги. А жилищный кодекс, понимая, что после того, как квартира передана и застройщик уже может уходить, но домом надо управлять, сейчас установили следующую процедуру. В течение, ну, фактически от одного до трех месяцев реально управляет домом или лично сам застройщик, если он отвечает требованиям, которые предъявляются к управляющей организации, или управляет, нанятая застройщиком управляющей организацией, без всяких конкурсов, без всего. Собственников в этом доме, как вы сами понимаете, нет еще, потому что люди только-только получили по акту квартиру и пройдет там несколько месяцев, пока они свои права зарегистрируют. Но муниципалитет в течение месяца должен организовать проведение открытого конкурса, выбрать, поскольку нет еще собственников, вместо собрания собственников помещений он выбирает управляющую организацию, и она работает от одного до трех лет. В это время, конечно, собственники постепенно будут регистрировать свои права, и как только... А иногда их регистрировать очень долго. Иногда долго, да. На двух лет. Когда возникает ситуация, что они могут собраться на собрание, у них есть кворум, и они могут принимать решение, вот тогда они могут собираться, принимать решение и выбирать уже или способ управления ТСЖ, или способ управления управляющей организацией. Все как уже застегировано в жилищном законодательстве. В доме, который существует достаточно длительное время. И давайте еще четко поясним, что на один многоквартирный дом может быть только одна управляющая организация. Это очень важный момент. Между прочим, есть... Следовательно, только один договор. Да, но есть казусы. Иногда строят дома секциями, и муниципалитеты ошибочно, как бы нарушая законодательство почтовой связи, называют секции самостоятельным домом. И бывают случаи, когда, например, в одной секции есть кооператив или ТСЖ, а в другой есть управляющая организация, которая работает по договору управления, что вообще абсурдно, потому что дом — это единый объект капитального строительства, единая крыша, единый фундамент. Это единая система, которую надо управлять. Конечно. Должна быть одна управляющая организация на дом. И здесь же очень много вопросов появляется, когда наши радиослушатели и вообще вот практика показывает, что может прийти несколько единых платежных документов. И вот задают вопрос, а по какому оплачивать? Красному, синему, зелёному? А у меня есть ответ на этот вопрос. Да, давайте этот ответ. Надо оплачивать. Вот я обычно, когда где-то выступаешь на семинаре, привожу такой пример. Вот я пришёл в ресторан пообедать. Я пообедал, и вдруг ко мне подходят два официанта, и каждый из них даёт свой счёт. Теперь вопрос. Какой оплатить? Нормальный человек два счёта когда-нибудь оплатит? Никогда. То есть вы должны знать, кто вас накормил и кому вы должны заплатить. Поэтому всегда, даже когда есть какие-то фиктивные протоколы, фальсификация, но всегда есть последнее решение собственников, принятое правильно, в соответствии с которым работает та или иная управляющая организация. То есть надо платить только тот счёт, который выставлен той управляющей организацией, с которой вы работаете. Уходим на рекламу. 99,6, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, ведущий Андрей Широков, гость Дмитрий Гордеев. Говорим с вами о Жилищном кодексе Российской Федерации. И сегодня затрагиваем тему договорных отношений между собственником и управляющей организацией. Мы не затрагиваем сегодня тему управляющей организации и подрядной организации, которую она нанимает, каким образом она заключает договоры с коммунальными структурами. Я думаю, мы об этом тоже поговорим, по всей цепочке пройдёмся, но в последующих передачах. А сегодня всё-таки будем говорить с вами о договоре между собственником и управляющей организацией. Значит, мы сейчас только что поставили точку на том, что управляющая организация на дом может быть только одна. И, значит, договор, по-хорошему, должен быть один, но который подписывают более 51% собственником многоквартирного дома. Под долям. Под долям, да. И какие должны быть условия договора? В Жилищном кодексе указано четыре обязательных условия. Они в Гражданском кодексе называются существенные, без договорённости, по которым договор считается незаключённым. Первое — это описание общего имущества. Несмотря на то, что, как бы, понятно, что в доме есть, значит, стены, несущие конструкции, там, крыша, лестничные площадки и так далее, всё это нужно описать. А где утверждается общий состав общего имущества? Это, фактически, чаще всего бывает приложение к договору. Вопрос, где взять это описание общего имущества, даже если, ну, сразу скажу, что его нет ни в органах, которые регистрируют права на недвижимое имущество. Если вы пойдёте в БТИ, они, правда, сейчас уже почти не существуют, но, тем не менее, там есть просто описание дома, но какое помещение относится к общему имуществу, какое нет, там такой информации нет. То есть, фактически, надо брать 36-ю статью жилищного кодекса, где написано требование к общему имуществу, и, фактически, брать блокнот, идти по дому и описывать. И это описание должен готовить, конечно, управляющий, который приходит в дом, сами собственники бегать, ну, в большинстве случаев не должны. Ну, они не специалисты, давайте начнём с этого. И когда кладут, например, совету дома или правлению ТСЖ проект договора, надо очень внимательно посмотреть, чтобы в этом приложении с описанием общего имущества было указано всё. Потому что собственники должны понимать, что они будут требовать, в отношении чего это осуществляется управление, а управляющая организация должна понимать, в отношении чего она должна будет выполнять определённые работы и услуги за те деньги, которые ей платят. Второе условие – перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. И вот очень важное добавление, которое, ну, часто вообще просто отсутствует в договоре. И порядок изменения такого перечня. Как можно знать сегодня, 23 января, что потребуется, если мы сегодня заключаем договор, что надо будет делать, например, 1 мая 2015 года? Поэтому может возникнуть ситуация, когда вдруг возникает потребность выполнения каких-то определённых работ. Поэтому вот этот вот порядок изменений перечня должен быть обязательно описан. Третье. 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 Вот очень большое заблуждение практически у 99% граждан Российской Федерации. Размер платы. За содержание и техническое обслуживание общего имущества на квартирном доме. Сейчас вот я вот это вот заблуждение попытаюсь объяснить. Не должно быть в договоре управления фиксированной платы столько-то рублей, столько-то копеек с одного квадратного метра. Что написано в Жилищном кодексе? Это прям процитирую. Порядок определения размера платы. То есть формула. И вот сейчас правительство Российской Федерации совершенно недавно приняло минимальный перечень работ, который сконструирован таким образом. Осмотр такого-то элемента. В случае обнаружения недостатков их устранения. То есть вот если выявили какой-то недостаток, значит будет выполняться работа и плата по вот этой формуле определения размера платы должна быть одной. Если мы просто сделали осмотр, за осмотр надо заплатить. Если ничего не выявили, тогда, естественно, плата будет чуть меньше, потому что работы не надо выполнять в отношении какого-то элемента. И так по всем элементам. Тогда получается довольно гибкая стоимость. Совершенно верно. Так вот в чем заблуждение? Но мы же говорим, что у нас собрание в конце года утверждает, сколько стоит содержание общего имущества. Обычно разумные люди договариваются на берегу. Вот если я, Гордеев, управляющий. Нет, в конце года на следующий год. Ни в коем. Никаких переутверждений каждый год. Каждый год. Я же говорю. Я на 180 градусов говорю противоположные вещи. Мы заключаем договор на пять лет. Я управляющий. Мне должно быть понятно, по какой формуле будет определяться плата все пять лет. Не надо проводить больше собраний по размеру платы. Если мы написали в договоре, например, такой... Но жилищный кодекс у нас немножко по-другому. Я говорю именно так, как в соответствии с жилищным кодексом. Не размер платы, а порядок определения размера платы требует жилищный кодекс. То есть не надо фиксировать 22 рубля 33 копееки. Можно написать на 2014 год 22 рубля 14 копеек. Следующий пункт. В последующие годы размер платы на 2014 год индексируется в соответствии с уровнем инфляции в таком-то субъекте Российской Федерации. Чтобы каждый год эту цифру не утверждать в собрании. Да, наступило 1 января 2015 года. Я управляющий беру, применяю уровень инфляции, умножаю на соответствующий коэффициент и выставляю платежи. Не потому, что я делаю это единолично. Ребята, мы об этом договорились в договоре. А если собственник квартирного дома вообще не утверждает стоимость содержания общего... Вот здесь очень интересный момент. В этом случае, поскольку это условие существенное, то есть оно должно быть обязательно согласовано, договор считается незаключенным. Его нет. И подписи могут стоять. Но просто отсутствует позиция в отношении определения размера платы, и договор незаключен. Потому что там нет того условия, которое предписал закон. Что должно быть в идеале? Я беру договор, и в течение любого года в пределах действия договора мне понятно, как начислять плату. Мне как управляющему, мне как собственнику понятно. Всем понятно? Но вот к этой простой ситуации, когда просто размер платы, там где перечень работы оценен по каждому виду работ и инфляции, усложнение идет в отношении того, будут ли выполняться какие-то работы после осмотра. И это должно быть тоже описано. Это очень должен быть большой, в общем-то, пухлый текст. Мы можем, например, написать, что если вдруг надо менять, условно говоря, один погонный метр чугунной трубы для водоотведения, это стоит, сама работа только стоит, столько-то рублей с квадратным метром. Плюс материал. Столько-то копеек, да. Это должно быть написано. Мы поменяли 5 метров в подвале чугунной трубы для водоотведения, значит 5 умножаем на эту цифру, инфляция есть. А не будут ли с этой стороны какие-то ухищрения управляющих организаций, и они будут диктовать какие-то условия? Более жесткие для собственника квартирного дома, и он просто запутается. Сколько у него стоит? Потому что потом эти вопросы появятся при оплате жилищно-коммунальных услуг. Я думаю, что в пределах среднего образования внимательный собственник сможет разобраться. Это не громоздкие формулы по правилам предоставления коммунальных услуг. Какой процент сегодня москвичей, россиян вообще утверждают стоимость содержания общего имущества своего дома? Ну, москвичей буду очень рад, если процентов 5, все остальные просто прожевывают те расценки, которые утверждает правительство Москвы. Прожевывают, то есть берут их? Да, для виртуальных домов. Например, в Москве есть классификация домов. Дом со всеми видами благоустройства, с мусоропроводом и с лифтом. Там столько-то рублей, столько-то копеек. Неважно, этот дом построен в 1920 году, 1920, или в 2010. В 2010. Размеры платы будут одинаковые, хотя объективно не должны обслуживаться дома за одно и то же самое, если разница 90 лет. А по России? По России, я думаю, что где-то около половины субъектов федерации имеют ситуацию, когда в них есть дома, в которых принимают правильные решения. Но их очень мало. Почему? Потому что собственники привыкли, что за них решение о размере платы кто-то принимает. Публичная власть. Потому что у нас собственник, как мы с вами говорили в передаче недели тому назад, до сих пор до конца не понимает, что общее имущество это его имущество. А кто согласится у нас ремонтировать собственную квартиру по расценкам, установленным главой города? Никто. Только, извините, никто. Никто. А почему тогда мы соглашаемся, что наш дом будет обслуживаться? А потому что мы думаем, что это не наше. Это уже давно незаконно. Жилищный кодекс говорит, размер платы устанавливается общим собранием. И еще один очень важный момент. На каких условиях заключается договор? К нам позвонили в квартиру, говорят, например, Гордеев, подпиши договор. Вот правильно задать вопрос. Покажите мне, пожалуйста, протокол общего собрания. Потому что в жилищном кодексе написано, договор управления заключается на условиях, указанных в решении общего собрания. И если мне приносят договор на пяти страницах, к протоколу прилагается текст утвержденного договора на пяти страницах. А теперь, Дмитрий, еще один вопрос. Я, правда, на него частичный ответ не знаю, но мне хотелось бы, чтобы мы эту тему пообсуждали с радиоуслушателями. Какой процент россиян, собственников многоквартирных домах, вообще знают, что в их домах подписаны договора? Я думаю, что процентов 30-50, диапазон мой. Но остальные 50 процентов я не удивлюсь, если они не знают даже название управляющего. Вот видите как. А это же, наверное, плохо через 10 лет после того, как жилищный кодекс шагает в Россию. Так этим же пользуются недобросовестные управляющие, которые обманывают. Да. В эфире программа «Револьвер» 99,6. В студии был Андрей Широков, Дмитрий Гордеев, Институт экономики города. Я прошу меня извинить Сергея и Оксану, вопросы которых я не услышал. Давайте через неделю звоните, мы с вами внимательно обсудим те вопросы, которые вы хотели задать. Мы сегодня многое не успели, но я думаю, что в следующей передаче через неделю мы поговорим об экономике дома. Следовательно, опять затронем тему договора и что в договоре должно быть. Сколько это стоит, кто утверждает соответствующие расценки. Дмитрий, вам спасибо большое. Спасибо. До свидания. Слушайте нас ровно через неделю.